Первое декабря день борьбы со СПИДом, но это вовсе не праздник, а лишь напоминание о том, что болезнь может коснуться каждого. Врага нужно знать в лицо, поэтому мы отправились на акцию от СПИД-центра. Многие путают СПИД и ВИЧ. На самом деле СПИД это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. До него может и не дойти, если вовремя обнаружить болезнь. Специалисты республиканского СПИД-центра регулярно проводят бесплатное экспресс-тестирование. Впечатления хорошие. Не было больно? Нет, не было ни больно, ни страшно. Просто шла мимо и решила проверить. А вы часто проходите тесты? Нет, первый раз. И будете дальше этим заниматься, советовать друзьям, знакомым? Ну да, почему бы и нет. Полезная вообще акция? Да, полезная акция. А вы часто проходите тестирование? Нет, первый раз. Будете дальше проходить? Возможно. А будете советовать, может быть, друзьям, знакомым, родственникам? Да, возможно. Спасибо вам большое, вы очень сильно помогли. Вокруг ВИЧ существует множество мифов. Самые опасные из них – о путях передачи. Многие до сих пор думают, что можно заразиться через рукопожатие, объятия и поцелуи. Но на самом деле вы можете заболеть только в трех случаях. Во-первых, это половой путь. Во-вторых, можно заразиться через кровь. И в-третьих, вирус передается от матери к ребенку. Увы, вакцины и лекарства от СПИДа пока не существует. Зато есть поддерживающая терапия, которая даст возможность жить полноценной жизнью, пусть и с некоторыми ограничениями. Объемы обследования населения на ВИЧ-инфекции ежегодно растут. И это очень важно, потому что чем больше людей будет обследоваться на ВИЧ-инфекцию, будут знать свой ВИЧ-статус, будут знать о мерах профилактики. Тем в дальнейшем будут снижаться темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекции все сильнее и сильнее. Самая лучшая мера профилактики – это использование презервативов. Помимо этого, обязательно сдавайте кровь на анализ как минимум раз в год. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня сдаете экспресс-методом анализ на ВИЧ. Экспресс-метод – капиллярная кровь на 99,9%. Результат достоверный по статистике. В основном сейчас за последние два года встают на учет старшие возрастные группы 35 и выше. Что могу сказать, что молодежь более информирована о мерах защиты. в трех путях передачи и знает, какие меры существуют защиты. Ваш результат готов? Так, вот моя бумажка из-за 12. Моя бумажка из-за 12. У нас отрицательный результат ВИЧ-инфекции. У вас нет. Ну что, друзья, я получил отрицательный тест. Я, конечно же, не удивлен. И каждому из вас рекомендую обязательно пройти тестирование. Ну а с вами были Александр Зуев, Жаргал Арденеев, телекомпания АТВ.